Как раз таки, Юрий Павлович, вам все понятно? Я вот здесь как раз хотел поговорить о том, что нам непонятно. Я вчера думал сделать нам такой доклад не столько научный, а больше развлекательный, потому что в конце дня уже тяжело сидеть, уже гипоксия, все устали. И решил так, мне что-то навеяло, я не знаю, про эти 17 мгновений. Цитата какая-то в голову заскочила, и я в аналогии с этим буду проводить в качестве развлечения. Но вот что касательно подслизистых, что мы вообще о них знаем, это вообще в целом проблема для пациента. То есть это есть такая проблема подслизистых образований или нет? Потому как всю жизнь, ну всю жизнь, вроде не такой еще старый, но вот я прекрасно помню, ремна, когда подслизистая, не такой старый. Так когда эти образования говорили, ну приходите к нам через год, через два, вообще не стоит на это какое-то внимание обращать. Так вот, в основном, как бы до сих пор витает такое мнение, что это никакая не проблема, и не стоит сильно на этом заморачиваться. И как вот в анекдотах про уже озвученного героя, да, может быть, все-таки включить свет. Не стоит в этих потемках находиться, мы не видим, что там на самом деле находится в этом подслизистом слое, мы не понимаем, о чем мы говорим. И когда мы проанализировали свою, вот, нашу табличку, писали в нее, вписывали пациентов, которые с диагнозом направления подслизистой образования, которые к нам приходили, обследовали, заводили такой вот там талмуд в электронном виде, посмотрели достаточно большое количество, и 18, то есть почти 19% ошибочный был диагноз. То бишь то, что эндоскопически при гастроскопии трактовали как подслизистая опухоль, в 20% таковой не являлось. Каждый пятый – это ошибка. То есть как мы можем тогда давать какие-то рекомендации пациенту вообще, в принципе, о дальнейшем действиях, о дальнейших наблюдениях? Мало того, что мы гистологически не знаем, что это такое, так мы вообще, в принципе, не понимаем, есть там подслизистые или нет. Самая частая, конечно, ошибка – это когда там вообще нет никакого подслизистой опухоли, часто принимаются дуга селезеночной артерии за подслизистую опухоль, за давление – это добавочная доля селезенки и так далее. Но бывают и обратные истории. И поэтому, как бы, такой тезис номер один, что подслизистая образование – это ни в коем случае не диагноз, это не заключение, это всего лишь отклонение от нормы. И здесь, как говорил товарищ Мюллер, я с ним абсолютно солидарен, что никому нельзя верить только себе в данной ситуации. Подслизистая опухоль – это не диагноз. Ну и, как-то, пару веселых историй, которые запоминаются. Вот пациент, пришла пациентка с диагнозом подслизистой опухоль. Что бы вы думали, что это такое? Нет, это метастаз рака прямой кишки Т2Н0М1 из печени. Почти угадал. Да, но при этом диагноз дозвучал именно так. Вот такое образование, которое, в отличие от предыдущих, если оно хотя бы большое было, вот здесь такое образование, вроде подвижное, также диагноз направительное подслизистая опухоль. Но, что бы вы думали ли это? Нет. Это канцероматоз. Рака яичника. Поэтому… У него онкологическое учреждение, там желчных пузырей нет. Уже отрезают. Они уже отрезаны в неонкологических учреждениях. Вот. Поэтому вот такое образование, конечно, глядя на него, не складывается никакой угрозы для пациента. Глядя на него, можно ни о чем не подумать. Причем эти пациенты, ну, по крайней мере, та, которая с прямой кишкой, это была бессимптомная абсолютно опухоль. И, собственно говоря, уже при обследовании она выявлена. Когда вот здесь вот это образование, вот оно, собственно, эндоузи, узел, видно, что он никак не связан с стенкой желудка. То есть это просто рядом расположенные узелы. Когда уже делали КТ, конечно, уже увидели просто матоз, изменения по всему животу. Поэтому допущение – это риски. Риски не нужны, в первую очередь, для пациента. Вот это допущение – это мать всех проблем. Соответственно, все подслизистые опухоли все-таки требуют дообследования. Как минимум, эндосонографии. То, что нужно сделать, посмотреть вообще, это из желудка, не из желудка. Что, откуда это все? Ведь много среди перечня подслизистых образований, которые встречаются, и злокачественных образований. Все-таки и ГИСО – недоброкачественная опухоль, и тут и лимфома могут быть, и все возможные метастазы. Не так все это радужно зачастую. И вот то, что мы говорим, ГИСО, конечно, самая частая, злокачественная, по сути дела, опухоль желудка, стромальная. В основном она встречается. Остальные – значительно-значительно реже. Кстати, Сан Саныч, это специально для вас последняя фраза. 27 случаев малинизации аббирантной железы, вы говорили, описано. А при том, что на антопсии их 14%. Какой риск малинизации? 27 случаев до 2008 малинизации. Все подслизистые образования требуют дообследования, опять-таки. Поэтому это не ерунда, как говорил товарищ Мюллер. По нашей табличке мы посмотрели, и получилось, что после обследования у нас 2% пациентов имели, скажем, утяжеление диагноза. То есть, когда они приходили с неким подслизистым образованием, ну, там мы не говорим ГИСО, не ГИСО, но в конечном счете оказывалось, что у них это карцинома, то есть именно уже рак. Это не гастронистная стромальная опухоль была, а именно раки. То есть, это были метастазы, вот эти амматозные узлы. И, то есть, много-мало, всего 2%, но тем не менее, вот если бы мы подошли, как изначально, когда-то эта тактика выполнена, давайте наблюдать его. Вполне возможно, это, конечно, влияло бы на их судьбу. Что касательно ГИСО, все рекомендации мировые абсолютно, в общем-то, сходятся в одно, что гастронистальная стромальная опухоль желудка более 2 см подлежит удалению. Независимо, в общем-то, по большому счету, от ее методической активности. Потому как, собственно, и проверить, и мы это можем только удалив ее до, мы достоверно это не можем понять. Есть расхождение, потому что некоторые говорят, все верифицированные надо удалять, некоторые говорят, только более 2 см, но от 2 абсолютно все солидарно требуют удаления. Но тут тоже есть определенная дискутабельность, потому что вроде бы 2 см действительно редко дают какие-то метастазы, редко видят себя как злокачественные. С другой стороны, если посмотреть на некоторые работы, когда там, например, в данной работе было на утопсии, было, ну, по поводу рака оперировали аденокарциномы, пищевода или подскоклеточного, в кардии на 150 резекции, примерно в 10% выявили микрогИСО, 47% микролином. Это частая находка, это очень часто микро. Их много. То бишь, когда мы видим уже то, что глазом видим, это уже не микро, они уже выросли почему-то. Какова дальнейшая судьба этих образований? Это большой вопрос. Мы не знаем вот этой естественной истории развития, как быстро она будет расти, скачкообразно, плавно. Это абсолютно неизученный вопрос и непонятно. То есть они уже, в принципе, выросли. Если они уже выросли, может быть, к ним подходить, как те, кто там растут, и все-таки их удалять тогда, а не дожидаться двух сантиметров, например, если мы говорим полуторостями, к примеру. Но это крайне дискутабельный вопрос. Вот здесь, с одной стороны, у нас гастонистеномальная опухоль, которая меньше двух сантиметров и яно-сантиметровая. Ее не показано, как бы в основном удалять. Справа у нас маленькая табулярная днома, которая, ну, где-то миллиметра три, которая показана всеми гайдлайнами удалять. Я понимаю, что это несравнимые вещи, но с точки зрения риска для конкретного индивидуума и тот, и другой вариант представляют, ну, ничтожно мало, с точки зрения перехода в карцинолу. Но тактика абсолютно разная. Не совсем это для меня логично и понятно. И, конечно, безусловно, здесь… Почему это правильно? Потому что риск операции все-таки разный. Все-таки удалить этот полип, ну, осложнение бывает, но они ничтожно малы. А вот удалить, например, полностенную сделать, мы, конечно, получим более-менее значимый процент каких-то осложнений. Все-таки это типичная резекция органа. Но как вот все-таки к этому относиться, как поступать, ну, я вот, откровенно говоря, не знаю. С одной стороны, занимаясь этой проблемой, уперируя этих больных, на самом деле весьма позитивное впечатление от эндоскопических операций. Мало осложнений, тем более таких фатальных. И, в общем-то, потихоньку мы к этому начинаем относиться все проще. И поэтому иногда вроде как проще удалить, а не наблюдать вот это маленькое астромальное образование. То, что уже Юрий Павлович показывал, да, вот эта табличка, которая в желудке там меньше пяти метозов, маленькая активность – 0% метастазов. А вот здесь, когда высокоактивные, менее двух сантиметров, просто нет данных. Такие образования крайне редки. И судить по рисках, по сути дела, мы не можем. Дают ноль, но с оговоркой там, с ноской о том, что просто мало случаев. А оценить по биопсии, по визуальным характеристикам достоверно ее активность, честно говоря, проблематично. Поэтому такой всегда идет баланс определенный. Что делать? Очень дискутабельный этот вопрос. Надо, не надо их оперировать, наблюдать, как ее биопсировать. Все равно ответа досконально нет. Но важно вот эту эндосонографию. Я считаю, вот как сказал, что их все надо обследовать. Эндоузина позволяет намного больше понятия в этих образованиях. В первую очередь, конечно, понять слой. Что там вообще такое лежит? Связано это с стенкой желудка? Не связано. Вот как здесь данное образование, вот такое небольшое, где-то примерно полтора сантиметра. И вот что-то не запустилось. Но, однако, по сонографии мы видим это образование совершенно большего диаметра, расположено за пределами стенки. То есть это такая верхушка айсберга. И тут уже, если мы так визуально попытаемся оценить, опять-таки пройти 2 сантиметра, думая, можно сказать, ничего не надо делать. Даже если у вас травмальная опухоль, ничего не делай. На самом деле она более 2 сантиметров. И тут уже встанет вопрос, может, все-таки ее тогда удалить? Все-таки это потенциально злокачественная опухоль. Ну, точно так же, как вот вариант такой, это, конечно, не так часто встречается, но вот висит так в образовании. Казалось бы, ножка вот очень похожа. Однако на сонографии такая гантелеобразный рост, и узел расположен еще вне, за пределами органа. И здесь понятно, что просто вот накинуть петлю, как иногда хочется, и даже я видел такие варианты на демонстрациях, когда накидывать петлю, нельзя. Это, ну, по сути, процедив, мы оставляем опухоль, причем создаем угрозу кровотечения. Ну, и на сонографии действительно есть критерии определенные, когда мы можем заподозрить вот эту стромальную опухоль. То есть есть неровные границы, кистозные полости, извязления эхогенных. В основном мы говорим не о гиперэхогенах, а о анахогенах. Гиперэхогенные, они как раз-таки больше характерны для неактивных опухолей. Это в основном лимеомы, там фиброз возникает. Активные опухоли – это гиперэхогенные участки, разрежения, либо вообще анахогенные, зоны распада. И гетерогенность, вот эта как бы гипергипа, она как раз-таки больше характерна для активных образований, как в данном случае есть вот, видите, зона, где извязление гиперэхогена, есть какая-то модулярность ее гиперэхогена. Это, конечно, критерий типичный для гастроэнстеральной стромальной опухоли желудка. Ну и как здесь, видите, вот точно так же зона, по сути дела, распада. А вот здесь однородная, это стромальная опухоль. Она весьма однородная, без всяких очагов. Но, тем не менее, здесь после удаления дали ГИСО. Кстати, КТ здесь давало лимфоузел вообще, прилежащий к желудку, и только по эндоузиму сказали, что это исходит из стенки. Поэтому сонография, с точки зрения определения слоя, откуда исходит образование, конечно, доминирует и крайне важно. Вот редкий вариант. Честно говоря, один раз только всего встретился. Пациентка, у которой ГИСО была огромная и имела форму кисты, то есть тонкая стенка, это самообразование, полностью заполнен лизированной кровью, сама была такая, как киста. Собственно говоря, изначально я ошибся, написал, что это киста, заподозрил, что это травматического характера, тем более, пациентка описала, там падение с лошади, там какое-то было. Но, по конечному счёте, это оказалось гастроэнстальной стромальной опухоли, только такой вот кистозный тип, сходящий с желудка. И здесь, подняв свои фотографии, как бы эндоузии, когда я узнал уже после фактов, после оперативного вмешательства об ошибке, посмотрел, и здесь действительно видно, что оно исходит из мышцы, сам же и видел. Но, тем не менее, эндоузия – это тоже не всегда решение проблем. Вы уверенны, что ГИСО? Вот мы, когда занялись, сначала у нас такой прям подъём эмоциональный, нам казалось, что всё понятно уже. Мы стали понимать, ГИСО или миома, вот вроде бы всё так очевидно и понятно. Когда, опять-таки, анализировали свои данные, посмотрели, что лишь в 62% подтвердился ГИСО. Да, здесь есть вот из этих 109 пациентов, которые мы отправили на операцию с этим диагнозом, ГИСО выделили 57, здесь человек 20, которых просто… Это уже такая старая история, по базе ретроспективно мы не отследили гистологию, они остались, их надо в ручном режиме, мы просто сейчас, готовясь, не подняли эти данные, то есть ещё погрешность есть. Но пускай даже они 20 окажутся ГИСО, тем не менее, то есть только пускай 70-75% мы оказались справа, остальные образования не были с травмальным опухолем, и оперировали их, по сути дела, ну, я не буду говорить зря, там, в некоторых случаях были показания, исходя из изязлений, вернее, исходя из размеров больших, изязлений нет, это всё стромальное, как я говорил, но, тем не менее, не всегда по эндоузии мы можем достоверно говорить о том, что это стромальная гастронистальная стромальная опухоль или нет. И, да, ещё момент, что у нас 30-дневная летальность всех прооперирована, у всех нулевая, никто не погибал после вмешательства как эндоскопических, так и хирургических, связанных с резекцией. При наблюдении прогрессирования тоже у него кого не было, есть лишь у одной пациентки было увеличение размеров динамики, и Остан Саныч прооперировал, насколько я знаю. Засранец. А также были случаи, когда эндоузии, ну, скажем так, сбивало немножко на стол, когда мы видим здесь образование, исходящее из, как показалось, мускуляриз мукозы гипохогенная, вот такой шарик с зоной распада, то есть туда поротводят. Здесь, ну, может быть, как раз эта пациентка была на волне, определён такой энтузиазм от возможности эндоскопии при подслизистых, по крайней мере, ну, надо же, какой интересный джист из слизистой оболочки, что редко бывает. Вот он, собственно, так и выглядел эндоскопически, как вот такой валик, соизвизление, многократные биопсии ничего не давали. В конечном счёте оказалась B, клеточная лимфома по окончательному заключению гистологии. Пациентка, вот недавний случай, вот такое подслизистое образование, при пилорической зоне, антральный отдел, неизменённое слизистое, достаточно крупное образование, по эндоузии, ну, как бы, гисо-гисо, во время операции эндоскопическое удаление, видно, что когда мы вскрыгившим его полость, во-первых, капсулу, как такую мы не увидели, типичную для гисо, но и здесь на сирозе такой участок, совершенно нетипичный у какого-то нароста, мы даже не поняли, что это такое. Заключение морфологов – нейроэндокринная опухоль. Крайне неожиданный результат, потому что всё-таки нейроэндокринные опухоли, в основном они растут в просвет, имеют типичный вид, вот эти сосуды, желтоватые, в массе своей, они вот именно такие. Хотя встречаются и вот подобные варианты, которые могут располагаться, по сути дела, в мышце, прорастать, и это, ну вот, скажем так, может стать неким таким сюрпризом. В то время как эндоузи-картинка очень похожа, конкретно данной пациентки, была на гастроэнстромальную опухоль, потому что чаще всего нейроэндокринные опухоли, они более гипохогенные, более гомогенные, немножко так и отличаются, но вот не всегда, по крайней мере, в данном случае мы ошиблись, как, например, вот здесь можно как раз было бы тоже эндоскопически не обязательно думать о нейроэндокринной опухоли, можно думать, например, о лимфоме, о чём-то ещё, гистология не давала верификации, однако вот как раз-таки более-менее типичная эндоузи-картинка для нейроэндокринной опухоли, это гипохогенные с чёткими контурами, очень явно, и здесь можно как раз-таки подозревать и понимать, что это нейроэндокринная опухоль. Ну вот мы посмотрели, казалось бы, ну мы поняли, где она растёт, как она растёт, так, может быть, возьмём, да, и отрежем, собственно говоря, и это тоже решение проблемы, мы, по сути, сделали, удалили и удалили, и, собственно, это решение проблемы. Поставили, пускай это назовём расширенная биопсия, да, мы определили, что это за опухоль, но, с другой стороны, решать, вот как наши классики говорили, что учиться во время боя, обрекать себя на поражение, то есть всё-таки надо понимать, что у нас перед нами, расположенные у нас, были свои ошибки, слава богу, уже давно они повторялись, из всего делаются выводы, как здесь, случай, когда три раза верификация не давала ничего, такое круглообразование с изделением, с кровотечением, беструктурный участок в центре, в краях абсолютно неизменённая слизистая, на индузии, вот такой шарик, связанный с мышцей, то есть, собственно говоря, мы заподозрили, что это ГИСО, плотное, которое по биопсидной верификации просто не удавалось взять достаточного материала. Выполнили продольную резекцию, ну и получили аденокарцинома, низкодифференцированную, понятно, что это не радикальное лечение было, но вот пациентку в конечном счете пришлось переоперировать в последующем. Здесь образование также было неоднократно биопсировано, как у нас, так не у нас, ну не менее, я не помню точно, трижды попытка верифицировать его была выполнена, ничего не безуспешно, на индузии вот такой гипохогенной, неоднородное, вернее так, образование, в основном лежащее за пределы, такой внеорганный рост, здесь такой вот валик неизмененный слизистый, также был заподозрена ГИСО, выполнена резекция желудка, поскольку зона не позволяла другой какой-то операции сделать, низкодифференцированная, не уйти, умерендифференцированная аденокарцинома. Д2-лимфодисекция не выполнена в этой ситуации, поскольку шли на ГИСТ, и, соответственно, объем льфодисекции не был адекватен для панкологических стандартов. Соответственно, как бы такой тезис, говорит, что все изъязвленные образования требуют обязательно дооперационной верификации. И, ну, по крайней мере, я понимаю, что это тоже такое, может быть, слишком категоричное заявление, как я сказал, трижды брали, трижды не получили, собственно, что делать? Но мне кажется, что здесь надо именно упорствовать при изъязвлениях, получать верификацию. Кстати, сегодняшнее образование было верифицировано изъязвления как астромальный опухоль. Пункция. Ну, Юрий Павлович так вот мельком сказал о том, что там все, в общем, все это делается, все все знают. На самом деле, я не знаю, как у кого, многие пункции в регионах, даже не у вас, в регионах, делают пункции подсказки образования. Не так, не вижу рук. Юрий Павлович ушел, он бы, наверное, поднял. У них выполняется это. Но, ну, всем выполняется. Я не сторонник, могу сразу сказать, этой методики. Но, тем не менее, время от времени мы это делаем. Вот здесь образование не очень четко видно, но видно вот это мышечный слой, образование, по сути дела, выходит за него. Здесь оно не имеет четких контуров. Оно очень было похоже первоначально на астромальную, что смутило. Достаточно эластичные, их два. Как-то вот мы засомневались. Пациентка очень хотела прооперироваться. Она наставила на операции даже. Ну вот, но что-то мы засомневались. И при пункции мы получили, собственно говоря, не что иное, как аберратную пыльючжи-железу. Соответственно, она просто осталась под наблюдением. Но могу сказать, что мы пунктируем очень редко, мало. И наш, но преобразование более трех сантиметров, в принципе, мы у всех получили результат, надо сказать. Хотя в этих пункциях было там всего, может быть, пять. Если образование маленькие, там полтора до двух сантиметров, мы не получали с них, как правило, верификации. Это сложно, они подвижны, не проткнуть капсулы. Мы, по сути, оставались без диагноза. Если посмотреть вообще литературные данные, то эффективность тонкоигольной биопсии, как правило, где-то там 60-70% всего. Хотя есть и работы, которые говорят, что если столк сидит рядом, вы тыкаете иглой, пока не получите материал, то это выше 90 иногда получается. Но опять-таки, вроде как, это дорого. Надо ли это делать? Я вот спросил, Сан Саныч удаляет последствия образования? Иван Юрьевич тоже вроде как удаляет. Ну, не всегда, конечно, как мы знаем. Но никто из них не верифицирует. То есть все основываются в других критериях. Более того, если посмотреть, потеоретизировать, то образование, например, растет, такое зауженное основание, вне органа. Нам что, пройти иглой? Надо проходить через эту ножку, умудриться попасть. Если мы пойдем вот так насквозь, мы повреждаем капсулу. Есть риск повреждения капсулы. То есть, с одной стороны, крыльчение, диссеминация процесса. И это как бы уже не соответствует онкологическим критериям. Ведь трепан-биопсию гистов крайне не рекомендуют делать. Это ведет к диссеминированию процесса. Тонкоигольная, конечно, менее травматична. Но, тем не менее, проходить таким образом тоже не рекомендуется. И более того, недостоверно один известен случай в Петербурге, когда это было сделано. Вот именно в такой ситуации. Повреждения капсулы, кровотечения, абсцесс, сепсис и летальный исход. Вот вам и тонкоигольная биопсия. Поэтому не все такие биопсии безопасны. Нельзя говорить об этом как просто вопрос денег, не денег. Оно может вести к себе какие-то проблемы. Но при этом, с другой стороны, если нам КТ говорит, а у нас КТ, в общем-то, хорошо работает, мы говорят, в нашем учреждении, они частенько сами пишут, это лимиома, это ГИСО, это аденокарцинома и так далее. То есть, они очень неплохую корреляцию дают. Но вот здесь, мне кажется, тонкоигольная пункция целесообразна, когда у нас есть диссонанс между двумя методами, то есть, когда нет согласия, они, например, говорят одно, мы другое. Здесь действительно можно выполнить. Так вот, последняя фраза, это к тому, что я, в общем-то, всегда был противником тонкоигольной биопсии, но тем не менее, иногда я, в общем-то, признаю, что это, наверное, делать надо. Как в данном случае, вот такое образование, и у нас уже так руки зачесались, эндоскопически это удалить, но КТ нам сказали, ребята, это на ГИСО совсем не похоже. И мы делали эндоузи, ну, действительно, сложно было отследить какую-то вот связь мышц, она плотно прилежит, но четко основание было не вывести, вот такой вот узел, ну, вот, пропунктировали мы его и получили нормальную ткань печени. То есть, это просто узел такой из печени вот так вот симулировал под собой подслизистое образование, хорошо не стали удалять. Были бы, я думаю, проблемы. КТ, вот при всем при этом, они хорошо нам действительно пишут, что это подслизистое, не подслизистое, на что это похоже, но на самом деле они не видят слой, откуда исходит, они часто ошибаются. Это прилежащее образование, исходящее, то есть, если оно там какое-то зауженное основание имеет, но тем не менее, если посмотреть, у них есть критерии написанные, но очень и очень мало работы. То есть, пытаясь найти к этому докладу какие-то данные по КТ, честно говоря, единичные, в основном они пишут про метастазы, про верификацию, чувствительность метода для определения дифдиагноза, лимиома, джист, ну, практически таких работ нет, очень мало. И все работы, которые находятся, они все для крупных образований, то есть такие от 5 сантиметров. Они показывают неплохие результаты, хотя от 60 до 90 процентов варьируется их чувствительность. Тоже, как относится, 90 вроде хорошо, 60, ну, вроде как и не очень. Поэтому КТ, несмотря на все достижения этого метода, наверное, тоже сейчас рассматривать, как единственный метод критерий, невозможно оценки последних опухолей, о такие методы, мы сегодня так, краем ухо слышал, Леонид Редакбазова по, так как меня звучало, по их контрастированию. Тоже интересная методика, потому что именно по КТ говорят, что они немножко по-разному накапливают контраст, лимиомы и джисты, они не могут сейчас дать четкие корреляции, хотя, говорит, просто неравномерность накопления контраста, вполне возможно, индуузи в какой-то степени сможет здесь на себя тоже как-то делать, перетянуть по эхоконтрастированию, но это идут исследования никаких внятных работ на этот счет, сейчас нету. Ну и как, опять-таки, говорил Пласик, всегда запоминается первая и последняя фраза, лучше всего пойти, но в конце просто причинением те тезисы, которые я озвучил сегодня, что те образования надо дообследовать, и ЭОС и КТ обязательно должны находить стандарт, и то, и другой метод обязательно, если вы человеку выставляете последствия образования, изъезвленные надо обязательно стараться верифицировать. Конечно, всего есть исключения, но все-таки это такой тезис, что надо, если зряется, надо пытаться это делать. И тонкоигольная биопсия, наверное, не является такой необязательным выбором, все-таки в моем понимании, но если есть расхождение данных, если это повлияет на дальнейшую тактику, если вы считаете, что, например, оперировать надо, пациенту говорить не хочу, или наоборот, скорее даже если пациент настаивает, вы говорите не надо, доказать верификацию, что можно было обсудить более детально, наверное, имеет смысл пробиопсировать, прийти к какому-то более внятному диагнозу. на этом, собственно говоря, спасибо. Будете мучить вопросами за кувшином? Нет, что? А вы на них ответили в докладе про наше отношение к биопсиям предоперационным. На самом деле, там было две строчки, по-моему, в слайде. По сути, дело одна, что если меняет тактику, как-то может изменить тактику, тогда, наверное, есть целесообразность. Во всех отциальных случаях, ну, наверное, нет. Здесь мы схожи, поэтому, во мнениях, поэтому... И дорого, и малоэффективно, и, как правило, бесполезно. Если есть, если есть, если есть, то, что это заходило, мне кажется, что в ледовое заводе будет сагментироваться, то, что, есть с углодили, потому что одно дело с углодили, будет с углодили, с углодили. Что одно дело обладать биопсию, одно дело удалять лимеомы и сагментировать, это угодил ГИСО. Ну, я тут на это отвечу так. Я с посылом согласен, но не согласен с тем, что реально, когда мы идем на какое-то удаление образования, мы никогда не планируем его удалять в туннеле. Мы всегда его удаляем в желудок и только потом фрагментируем. Поэтому и не было у нас таких ситуаций, чтобы он в желудке фрагментировали. В пищеводе другое дело, да, там мы иногда на это идем, потому как просто банально не хватает объема завернуться за опухоль эндоскопом, но там из проблемы ГИСО практически не стоит. Это редкая ситуация. Ну, там, может быть, да, в желудке я не вижу здесь таких моментов, потому как мы в основном либо туда полностенно идем, чтобы вылучить, зашить и потом уже фрагментировать, а туннелем, ну, как правило, это более удобное образование, которое реально можно. Наверное, может такое случиться, но не было пока. Не, ну, принципиальная позиция. В остальных случаях, наверное, в общем-то, и не имеет смысла. Нет, думаю, что нет. Ну, и, я не знаю, вопросов, может, у меня больше нет, а вот чтобы пополнить дискуссию, что касается дискуссии, то, конечно, эндозии несовершенна методика, просто нет, иллюзии испытывать. Люди испытывают иллюзии, что они присылают, наверное, до УЗИ, и ты посмотрел и все сказал сразу. Ну, да, то есть, что касается последистых образований, можно сказать точно. И то не всегда. Бывает. Да. Ну, вот, эхогенность, ну, и что это дает? Опять-таки, это уже все черное, или белое, или анехогенное? То есть, как бы... Нет, дает вероятность, но вся вероятность, это вот, это то, что мы говорим, highly likely, это вот только наиболее вероятно. С точки зрения решения судьбы пациент, это, конечно, недостаточно. Ну, в плане, староган, извините, в плане староган, так как ты больше дает информацию все равно. Ну, то есть, ты посмотрел, увидел, вот тебе бронхи, вот тебе аворота, вот тебе формообразование. Все-таки эндоузи, особенно конвекс, не дает такой информации. Конвекс нет, но мы, кстати говоря, конвексом и не оцениваем. Просто у нас есть, у многих, связать, у нас есть эндоузисть, послушать, я вообще не нужен, это конвекс, но это неправильно в данной ситуации. Неудобно просто. Солидарен с вами. Ну, я практически солидарен, я просто, да, то есть, прекрасно слушать дискуссию между двумя людьми, которые готовы и могут удалить всегда и все эндоскопически. Дело в том, что эндосонография, да, она не идеальна, это понятно, и когда говорили про подследственное образование, первично основным целью эндосонографии при подследственных на образованиях являлась две вещи. Во-первых, из какого слоя она растет, чтобы понять, возможно ли его убрать диссекции обычной, да, либо, если смотреть на уже в дальнейшем, при развитии в дальнейшем, да, каких-то технологий, возможно ли оно подходит под выполнение методики туннельного удаления, да. Сейчас в руках Олега Борисовича, Александра Александровича, мы пока не очень увлекаемся этим, честно скажу, да, то есть, в принципе, уже не важно вообще, из какого слоя она растет, излезляется, не излезляется, видели оно матрешки, там на свои две трети выходят в брюшную полость, все равно есть полнослойная резекция, овеска и руки Олега Борисовича. Тогда, действительно, в данной ситуации получается, что, по сути дела, вам эндоузит при подслезистых уже и, наверное, не нужно, главное, чтобы это не оказался желчный пузырь, но у вас их не бывает. То есть, поэтому, как бы, грубо говоря, задача эндоузита становится установить связь этого новообразования с желудком, по сути, это дело. Нет, я не совсем согласен, потому как, как я сказал, планировать операцию надо до, заранее, и готовиться, понимаете, идти на полностенную резекцию всегда, но это, на мой взгляд, глупо и неоправданно, она более рискованна, чем туннельная, она более затратная, и это не нужно. Если можно делать туннель, надо делать туннель, а в этом случае надо четко понимать, какой слой, связан с ним, слизистый или не связан. Поэтому, все равно, это влияет, влияет на тактику принятия стратегии. Конечно, в общем, крайне важно понять, что это именно желудок, а не соседний орган, который не надо... Ну, хотя, опухольную починку через желудок тоже выбирают. В конкретно данном случае я просто его удалил и знаю. Я поэтому и спросил, что на самом деле очень слайдный, потому что реально пока мы же ведь рекомендации не конечно, что ГИСО удалять не нужно, нужно удалять последнистое образование меньше, чем сантиметр. Нет, некоторые рекомендации... Почему? АЭСМА говорит о том, что именно ГИСО меня нету сантиметров наблюдения, фулап написано. Они говорят о том, что с ними нету сантиметра, не нужно узнавать, что это заходить. Ну, это тоже, по-тихуй. Нет, вообще всем... ГИСО так не говорит, ЭСМА так не говорит. В чем их смысл, надо у них спросить, потому как в японских гайдландах именно так и написано. Если верифицировано, любой ГИСО верифицированный, независимо от разницы, требует удаления. Канадцы говорят, все удаляйте вообще от нас. То есть это от общества к обществу. То, как вы их интерпретируете, сложно будет с ними договориться, наверное. Да, но все это по поводу ребенка, они, конечно, не желудки, по крайней мере, совершенно не давнивые, не важно. Видимо, все, потому что мало. Вопрос, куда мы причитаем кардию? Ну, вот только, потому что, если мы относимся к пищеводу, что более, наверное, оправданно с позиций, как раков, сейчас об этом все говорят, стратегии, как адренокарцинома, даже не лечится, как адренокардию, как адренокардию, адренокардию, имею в виду. Последствия, собственно, тенденция, мы видим то же самое, что в основном это леомиомы, причем по эхоструктуре, по визуально-макроскопически не очень похоже на то, что мы находим в пищеводе. ГИСО в кардии, вот как сегодня, это, ну, достаточно редко являет. А они круглые, как яйца? А может, кто будет считать, не кишки? Яйца не круглые. Давайте посмотрим на часы. Вопросов, кроме как у Александра Александровича, наверное, нет. Хотя бы это дискуссия. Мне кажется, если сейчас потихонечку все соберем вещи, уйдем, они продолжат. Это бесконечно. Нет, мы, конечно, их не бросим, потому что это всегда очень интересно послушать, но я думаю, мы и так уже продолжим. на проформу Е. Давайте. Спасибо большое за доклад, за весь день. Наверное, вам, собственно, как главному организатору и завершающее слово какое-то сегодня. Я не организатор, я ответственное лицо, организаторы там, где заходят. Но, безусловно, спасибо, что приехали, пришли, досидели. Очень много соблазнов, такое прекрасное время в Петербурге, белые ночи, холодное пиво, отличная погода, но, тем не менее, люди, тропные к медицине, все-таки приходят послушать медицину. Это ценно, и поэтому большое спасибо всем, кто сегодня был с нами и, в первую очередь, тем, кто помогал все это делать, так или иначе, приложил свои силы. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...